МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 мая 1845 года родился лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Илья Мечников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Илья Мечников – настоящий Моцарт от науки. Начиная с 11 лет он уже посещал лекции по анатомии и физиологии в Харьковском университете. В 19 лет у него университетский диплом, а в 20 с небольшим он признанный ученым. Мечников изучал эмбриологию, науку о развитии живых организмов. Однако вскоре внимание к червям сменилось на десятилетия другими более жизненными интересами. Мечник взялся за тяжелые инфекции, которые были настоящим бичом для России – от холеры до тифа. В 1881 году он провел над собой страшный эксперимент. Для изучения природы тифа он ввел себе кровь зараженную. Его явно не прелечал путь доктора Эдварда Дженнера и знаменитого пионера вакцины. Тот свою первую прививку поставил не себе, а ничего не подозревавшему восьмилетнему мальчику Джим. Мечников провел эксперимент на себе. Он ввел записи своего опыта, фактически дневник. Он был на грани смерти, но все же выжил. Мы не знаем точно, насколько этот эксперимент был необходим на пути русского ученого к Нобелевской премии. Однако следующие несколько лет после того стали для Мечникова, вероятно, самыми плодотворными. Он открыл клетки, которые выполняют защитную роль в организме. Такие клетки Мечников назвал фагоцитами, а само явление фагоцитозом. Фактически из зоолога Илья Лич переквалифицировался в патолога. А открытие фагоцитов стало началом понимания клеточного иммунитета. В 1886 году ученый возглавил первую в России бактериологическую станцию, задачей которой было изготовление вакцин и прививок. В этом своем начинании он очень сблизился с самым видным тогда бактериологом Луи Пастером. Именно этот человек свел почти на нет многие опаснейшие инфекции вроде бешенства. Именно его имя мы вспоминаем, когда покупаем пастеризованное молоко. Когда Пастер открыл в Париже институт своего имени, первого, кого он пригласил туда на работу, был русский Мечников. В чужой стране Мечников сделал ряд важнейших исследований тяжелых заболеваний – холеры, туберкулеза, чумы. А в 1908 году его имя стало уже широко известным всему миру, когда в паре с немцем Паулем Эрлихом русский ученый получил Нобелевскую премию за исследования в области иммунитета. Мечников искренне верил в безграничные возможности науки, настолько, что полагал наступление старости и смерти у человека преждевременными. Мечников считал, что стерилизация пищи, уменьшение количества потребляемого мяса и употребление молочнокислых продуктов вроде простокваши, способно увеличить продолжительность жизни. Однако сам ученый не боялся своей смерти. Он был так предан науке, что даже после смерти завещал свое тело для медицинских исследований. Некролог о Мечникове в журнале «Искры воскресенья» звучал так. Умер великий ученый, чье имя известно всему свету. Великим сыном гордилась Родина, наградившая его лучшими из своих даров, сочностью и проницательностью русской мысли, страстностью и ненасытностью искания русской души. Добавим от себя, что Илья Мечников был вторым российским подданным после Академика Павлова, кто получил Нобелевскую премию. А эту премию неизменно давали только тем, чьи исследования приносили непосредственную пользу людям. Труды Мечникова и правда спасли тысячи, если не миллионы жизней. Субтитры создавал DimaTorzok